Всем привет, ребята! С вами Чент, и это ваша любимая программа Аферисты в сетях. Также, ребят, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Я буду для вас чаще выпускать такие вот ролики. А сегодняшняя серия, поверьте, сможет вас удивить. Не буду открывать всех карт, просто смотрим. Поехали! Ты напряженная какая-то, да? Да-да, переживай. Ну, выдохни. Тебе идет, кстати, роль доктора. Да? Как настоящая выгляжу? Потрогай. Настоящая. Да, я бы сказала. Смотри. По этому монитору ты все видишь. Вот здесь ты регулируешь звук. С тобой всегда есть Олечка наша. Она со мной на подслужке, она в любой момент передаст твое стоп, если ты захочешь прекратить проверку. Так, ну что, давай начинать. Звони ей. Звони. Может, тебе будет смешно, если он скажет, а я вообще забил на эту справку. Мы-то, значит, тут все шуршали, а то я не приеду. Алло, привет, Солушка. Чем занимаешься? Еду на старт, я уже за сетей. Угу, ясно. А меня тут Алинка пригласила, у нее день рождения сегодня. Мы хотим чуть-чуть в суши-баре посетить, чтобы до 11-12 максимум. Да? Угу. Да, до 12-12? Угу. Точно? Точно. Она, я так чувствую, сама тоже, да, изменяет или что, типа тоже такая баба легкого поведения? Ног мы организовали для того, чтобы у Александра были развязаны руки. Ведь он будет знать, что Инга на гульках и спешить домой ему не нужно. Или нужно. Но это его выбор. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я тоже. Надеюсь. Ой-ой-ой, главное только меня не бей. Я знаю, кого бить. Что? А его можно. Его не жалко. Тут травматолог еще не ушел, поэтому я тут. Все, Ингочка. Выше носа. До приезда Александра еще полчаса. Мы специально предложили ему только 20.00 для записи на прием. Вечером клиника полупустая. Это создаст ощущение, что мы там только вдвоем. Крис, приготовься, он идет. Надеюсь. Да, вот в кабинете подходит. О. Да что ж ты. Я, конечно, ступора не вижу, но слышу по озадаченному. Здравствуйте. Ой. Можно? Извините. Да, конечно. Разделайся. Просто сзади все уши уже из клиники. А у меня принтер не работает. А смотрит он сейчас на принтер, да? Так палится, честно говоря. Ну а что, любое чувство мужик бы, если ему жопу в голову показали, я бы куда он смотрел бы. На принтер бы. Ну нет, конечно. Нормальная мускорякция. А мы досчитывали справочку. Может, вы не работаете? Давайте попробуем. Тут там проводок, вот, когда он отходит, надо как-то дотянуться, не могу дотянуться. Ну, вот так вот попробовали. Будет проще. Ну, неожиданная версия, да. О, чудо. Попертик. Голос. Кажется, знакомство получилось насыщенным. Саша почувствовал себя супергероем, а мои чулки – супермагнитом. Присаживайтесь. Ой, мой сладкий затеянник. Что, что, что? Что? Ну, я говорю, выглядел за справкой для бассейна. Ну, да. Сладкий затеянник за справкой для бассейна. Чувак аж смотрел. Это лицо, я еле сдерживаюсь. Да, это часть нашего плана. И дальше больше. Конечно, ему не послышалось. Ой, мой сладкий затеянник. Моя кривая за справкой для бассейна. Ведь сегодня Саша ожидает очень нестандартный прием. Еще и под пристальным взглядом собственной девушки. Давайте заполним карточку. Илья Федориотчества. Шашин Александр Сергеевич. Вы забыли собственной линии? Я так немножко разнеживался. Ну, все понятно, она ему понравилась. Александр, отчество? Сергей Юрьевич. Что такое? Ах, не пи, Александр. Да, что-то у меня. Уже болезнь начнет появляться. Я вас, Лурич. Это хорошо. Стать чулничьей, я надеюсь. Это можно проверить. Вот это у нее заточка, ребята. Боже, как она ревнует. Это не ко мне, это к другому доктору. Да, Александру палец в рот не клади. Эдакий балагур. Но балагур еще не бабник. Боткина болели? Боткина нет. Ну что, вставайте, я вас охмурю. Охмурю? Что-что? Вставайте, я вас осмотрю. Конечно, мои рифмы не просто так, а с намеком. Вставайте, я вас охмурю. 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 И кажется, Саша начинает понимать, что это моя с ним игра. Раздеваться? А вам есть что-то показать? Ну да, пресс. Да, пресс. Издома? Издома? Молодец, хорошо его обломала. А то думает, что он неотразим для всех. Ну, обламываю я его лишь для того, чтобы подзадорить. Ведь это основное правило флирта. Ну, давайте, Макс, послушаем. Так, что-то вы играете мышцом, ничего себе. Боже, как он улыбается. Тут еще вроде ничего не началось, мне уже хочется его стукнуть. Дышите. Не надо так мышцой делать. Ладно, надо. Хотя пока Саша ведет себя как... Ну, прям качок, ребята, Аполлон. Как говорила Инга, как дружбан-весельчак. Но никаких намеков на большее. Так, уроки замечательные. Но отдыхал как слабого. В смысле слабого? Пока еще никто не жаловался. Каких никто? Ну, кто у него что? Гарри ем целый или что? Я не могу понять. Мне передают, что Инга закипает. А как по мне, Саша просто нагловатый хвостунишка. А такие вряд ли решатся налево. Но проверка покажет. Так что я подыгрываю. Ну, вообще-то вы на приеме водоскаре. Вы должны жаловаться. Так что, задайтесь. Ну, жаль, машины нет. Ну, тут я вам как бы и не помогу. Так бы раз домой подвез. О-о-о. И в глаза мне с вызовом посмотрел. Вот теперь Инга точно напряглась. Но болтать языком это еще не изменять. И команды стоп я в подслужку не слышу. Значит, подыграю. Нет, вообще-то сегодня, как бы, вина на домой. У меня сегодня просто начинается. Я как бы сегодня никуда не спешу. А вы на дому не принимаете? Доктор. Что это? Он перешел в наступление? Ну, если какой-то срочный вызов, то да. Да. А если какой-то припадок? Бывают у меня очень часто припадки. И мне кажется, что только вы сможете мне помочь. Это явно атака. Он буравит меня взглядом. Я с буйными просто не оплачу. У вас буйные припадки? Нет. Как раз по вашей специальности. Так, Инга не останавливает. Значит, хочет понять, к чему он ведет. Но если это намек на приглашение домой, тогда он попросит у меня телефончик. Ну, все равно время-время. Понимаю, что у вас уже жена, собственно, ждет. Может быть, но я не жена. Ну, окей, это правда. Но я веду к другому. Ну, девушка, значит, ждет. Девушки нет. Я же вижу, что вы на крахмаре, на ухоженную. Я же для вас старался. Косли наслыхла с ответа. Можно ли сейчас раз спросить у него про девушку? Сейчас. Блин, а как ты сейчас спросил у него про девушку? Ну, я не знаю. Неужели такое закрывающее без пары? Ну, неужели. Все. Капец. Ты смотри, вертится, как уш на сковородке. С другой стороны, даже на словах не решается сказать, что девушки нет. А это хороший признак. Ну, ладно, сокровище. Давайте мы все-таки вам оформим справку. Спасибо. Пройдите на кушетку. Посмотрим вам. Живот. Живота. Я, конечно, понимаю, что Саша со мной флиртует вовсю. Ребята, если вам нравятся именно вот такие вот еще вот моментики, ставим лайк. Очень даже неплохая, скажите, такая подпункт афилисты в сетях. Но у нас впереди самая главная провокация, после которой все точно станет ясно. И, видимо, Инга ждет именно этого. Кажется, Саша нафантазировал себе уже другую игру с доктором. И по лицу блуждают вот эта хитроватая нагловатое улыбочка. Неужели попросят у меня телефончик? Так. Вот здесь вот болит? Нет. Поджелудочная здесь не болит, да? Хорошо, хорошо. Вот так болит? Нет. Но до нашей провокации так и не дошло. Здесь болит? Нет. Да. А-а-а. Боже. Да. Так, и не жду. Я сдерживаю атаку аргументом, что открыта дверь и могут зайти. Нет. Нет. Закрыл. Но Саша уже принял решение. Нет. Закрыл. А вот теперь вывод очевиден. Закрыть – значит уединиться. Я знаю, что такое. Сама! Офигеть. Что такое? Что происходит? Я не программу аферистов сидят, но на новом канале тебя проверяли на верность. Саша. Офигеть. Проверяла? Меня проверяла? Ты что, мне не доверяешь? Да ты что? Вообще никого повода нет не доверять. Нормальный, настоящий, хороший мужик. Верный. А главное, чтоб верный был. Вы здесь видели, ребята, неверность? Нет. Ничего ж не было. Ну так чё? Мужика просто вот подстрекли. Ай-яй-яй-яй-яй. Игорь. Ты что, странно или что? И пока Инга просто рыдала, застуканный на горячем Саша решил, что лучшая защита – это нападение. Зачем это трясцит, колёв? Какой цирк? А что это такое, что не цирк? Тебя проверяли на верность. А ты сама вообще ко мне лезла. Что это такое? Я видела. А ты видела? Я справку у доктора беру. Ты не понял, у тебя снимали с критиками, а ты просто не видел. Ты что, вообще, больные какие-то или что? Короче, всё, и мы дома пахли. Понятно. Не знаем, чем закончатся разговоры дома, но перед проверкой у Инги был настрой вот такой. А что, если будет, если он проверку не пройдёт? Значит, это не моё. То есть ты с ним расстанешься? Конечно. Ну, вот такой вот, ребята, выпуск. Я надеюсь, что вам такие выпуски нравятся. Вы ставите лайки, пишите комментарии. Я для вас буду, ребята, искать что-то интересненькое, новенькое. Это был Андрей Чент, и очень скоро мы увидимся. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok